Мы с вами недавно смотрели на очень многие индикаторы, особенно те, которые связаны непосредственно с биткоином, а не в целом для применения в таком финансовом, в техническом анализе других финансовых активов. Но вот сегодня я хотел вам показать такую сравнительную характеристику большинства, ну по крайней мере многих индикаторов, которые используются. И знаете, есть такая штука в TradingView, как Strategy. Эта вещь может применяться к различным индикаторам. По сути это такая статистика, которая показывает, насколько прибыльным является тот или иной индикатор, если мы будем использовать сигналы на куплю и продажу, которые дает этот самый индикатор. Но вот среди них я бы выделил RSI, RSI, MACD, Momentum, дальше SIR, потом наверное Bollinger Bands и Stochastic, Stochastic Slow, правда я не уверен, Stochastic это или Stochastic какой-то особенный. Но тем не менее, давайте посмотрим на них, на все и как они у нас работают. Так вот, RSI начнем. Тут показаны сделки, купли-продажи, тут показана общая прибыль. Если вы будете следовать этим сделкам, то вот так вот у вас получится 3,27%. Не густо, прямо так скажем. Давайте посмотрим какой-нибудь еще другой индикатор. Конечно, вы можете тут менять всякие показатели, но по крайней мере для сравнения это очень подходит. Стратеги. Надо вот так вот сделать, скопировать ее. Магди. Давайте посмотрим, что у нас Магди сделает. По Магди у нас получается 18,24%. Ну, надо сказать, не густо, да. Причем тут опять же можно менять неделю на день. На недельке 6% у нас прибыль. Ну, вообще просто, так сказать, несерьезно. Давайте там скажем, может быть нас на часовике будет лучше. Посмотрим 6,3. 6,6. Тоже, ну, не годится, да. Если за все это время вы получаете только 18%, количество прибыльных сделок чуть меньше 50%. Ну, так себе, да. Давайте посмотрим еще какой-нибудь другой индикатор. Strategy. Какой еще тут мы смотрели? SAR, да. Прибыльность 13, ну, почти 14%. Да, другой, не будем углубляться в ней. Давайте еще дальше. Еще один. Какой у нас? Bolliger Bands, да. Минус 8% с лишним. Ну, на самом деле, неудивительно. Bolliger Bands это такая штука, что если вы будете по ней торговать, то она вас как раз на самых пиках и вынесет. Далее. Momentum. Momentum у нас дает 18%. Ну, что, в принципе, не так уж и плохо. Давайте на недельную перейдем. На неделе 7%. Ну, опять же, видите, можно немного варьировать. Дальше. Это я закрываю. Дальше что у нас еще есть? Что-то мы... А, стакастик, да? Стакастик. Стакастик дает 8%. На недельный минус 8%. На дневке дает 6, минус 6%. Ну, что, это говорит о том, что если вы смотрите какой-то один показатель, один индикатор, то, как правило, он ничего хорошего вам в итоге не даст в плане прибыльности. Скорее всего, вы окажетесь... Ну, конечно, понимаете, да, что тут тактовать сигнал индикатора тоже нужно уметь. Это все условные такие показатели используются, параметры для его использования здесь. Поэтому не факт, что вы бы сделали то же самое, что и вот эта автоматическая программа. Поэтому не стоит уж настолько близко, так сказать, принимать на веру эти данные. Однако, если эти индикаторы используются вместе, то результат будет, как правило, лучше. Но все-таки давайте посмотрим на тот же самый MACD, да, как у нас он себя проявляет. Он у нас показался самым таким положительным, да, по его производительности. Но вот на недельном таймфрейме, опять же, у нас что у нас? Ищем мы дно, как всегда, да. Сейчас, как вы видите на недельном таймфрейме, у нас начинается небольшой рост. Если вы посмотрите вот буквально последние дни, во-первых, вот здесь у нас появилось пересечение, да, вот эта штука у нас закрылась и теперь идет в рост. Более того, ну вот так грубо можно рисовать вот такую вот дивергенцию, да, потому что если у вас есть падение цены, то вот это вот бычья дивергенция. И если мы вернемся к 2014-2015 году, то здесь вот такая дивергенция была очень явной. То есть вот, смотрите, цена падала, а вот эти пики по MACD, вернее, минимумы, да, они уменьшались, 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 уменьшались. И вот здесь вот у нас было где-то дно практически, да, то есть вот оно. И это была последняя вот такая штука, причем она наименее выраженная, да, эти потом пошли уже положительные дельта по MACD и здесь вот, ну, если не совсем то же самое. Здесь, я думаю, могла бы быть, кстати, похожая картинка, если бы вот как-то вот так вот ее нарисовали, если бы у нас не было низкой ликвидности на рынке, либо, простите, низкой волатильности, ну, там и ликвидность тоже была низкая. Вот, возможно, что вот как-то вот так вот мы бы ее обрисовали, и где-то здесь мы бы уже пошли в рост. Посмотрим. И по поводу применимости индикаторов должен еще сказать. Вот есть такой очень хороший индикатор, это, кстати, у меня, по-моему, даже есть вот здесь, Ишимоку или Ичимоку, кому как нравится, облако, Ичимоку, облако. Так вот, очень неплохо он себя показывает. Вот, товарищ один японец его разрабатывал с 1930 года в течение почти 30 лет, и очень показывал себя хорошо там на Нике и на их котировках японских акций. Так вот, ну, тут, кажется, сплошной беспорядок, но, тем не менее, суть в том, что если у вас есть такая вот красная такое облако, то это сильный даунтренд, если зеленое облако, то сильный бычий тренд. Ну, и если цена находится над зеленым облаком, то это тоже бычий тренд, если под красным, то это медвежий тренд, если пересекает облако цена, то это сигнал на покупку. При этом тут еще есть две другие, ну, даже три другие линии, ну, вот две линии, такая вот бордовая здесь и синяя, они означают, ну, такую краткосрочную и среднесрочную скользящую среднюю, там, среднюю между ценами в определенном диапазоне. И если у нас здесь, по-моему, вот в этом сетапе бордовая у нас работает как среднесрочная, а голубая – краткосрочная. Так вот, если краткосрочная голубая пересекает бордовую снизу вверх, то это сигнал на покупку. Так вот, бордовая снизу вверх пересекает, вернее, простите, голубая пересекает снизу вверх бордовую, цена пересекает облако, все, у нас начался тренд на рост и нужно покупать. В принципе, вот, ну, что-то похожее у нас было в 2015 году, однако дно перед этим было уже там почти что год назад. То есть, Ичимоку здесь у нас, ну, достаточно здорово отстает. Да, он показывает на середине, когда все хорошо, показывает до этого, в принципе, более-менее. Здесь вообще там из-за флуктуации он не применяется, нельзя применить. И то же самое здесь, посмотрите, сейчас по Ичимоку и этому самому у нас вообще безумный медвежий тренд. Так вот, понимаете, если бы вы торговали его бы здесь, то вы должны были бы продать там где-то вот тут, наверное, потому что вот сигнал у нас, вот был прекрасно сигнал на продажу, но при этом, когда синее сверху вниз пересекает бордовую линию, и вот этот облакать меняют цвет, и здесь опять же цена пересекла вот это облако. То есть, где-то вот здесь вот на 500 долларов, а пик у нас был на 1100 с чем-то, почти 1200. И на 500 долларов вы должны были продать, а потом вы должны были купить где-то на, ну, дай бог, на 300, наверное, долларов. То есть, ну, конечно, чуть-чуть вы бы наварились на этом, но это очень консервативный подход. То же самое и здесь. Сейчас мы говорим о том, что Почемоку у нас безумно медвежий тренд. И вот здесь вот, если посмотреть вот на эту вот формацию, формацию этого облака, то вообще она напоминает вот эту, и по идее она бы должна продлиться как-то вот так вот, да, и тогда вот в этом сужающемся месте она бы соответствовала, это место соответствовало бы вот этому. И тогда у нас вот на вот этом на самом деле пересечении, да, видите, вот это с зеленого на красное, где-то чуть-чуть до этого должен был быть уже, должно быть уже дно. Ну, понятно, оно неоднозначное. Вот здесь вот это пересечение, вот у нас последний минимум. Посмотрим. Ну, такой вот антииндикатор, да, который может быть тоже использоваться. И видите, приводя все это к предыдущим результатам, там о том, что RSI, MACD и прочие не работают, и Stochastic, их нужно смотреть в конкретном случае, для конкретной цены, для конкретных объемов, для прочих индикаторов, которые можно сопоставить с их показателями. Поэтому просто так сказать, что вот это суперкруто, нельзя. Ну, а для биткоина, как вы уже, наверное, видели в предыдущих видео, есть свои своеобразные индикаторы, посмотрите, если кто не знает по ссылкам. А на этом на сегодня все. Спасибо, что смотрите. До следующего раза. Пока.